Она спросит о том, что волнует общество, но о чем не решаются говорить вслух. Если я не хочу работать, вот отдохнуть, к примеру, полгода, год, не вставать рано утром, не думать о... Не жить в режиме многозадачности. Можно ли это сделать сегодня без каких-либо финансовых последствий? Вы говорили о гарантированном рабочем месте. Всегда ли это так? Декретный отпуск не входит в стаж, правильно? Да. На что они могут рассчитывать? Что делать с высшим образованием, если нет опыта, но хочешь работать по профессии? А нужно от года минимум. А ее герой откровенно ответит на каждый заданный вопрос. По-честному с Ангелиной. Привет! Это Бобруйск 360 и я, Ангелина Дюкон. Мы говорим с неординарными личностями на интересные темы. Никаких секретов. Все только по-честному. Александр, занятость населения – это гарантия социального спокойствия, социальной стабильности. Я бы сказала, в действительности в Бобруйске на одного соискателя 2-3 вакансии. Да, это правильно. Но вместе с тем очень много безработных. Что не устраивает горожан? Ну, на сегодняшний день это несколько факторов. Первый фактор – это низкая заработная плата. Второй фактор – это на сегодняшний день состояние здоровья безработных. Большинство проходит медкомиссию и получается, что по ее результатам они негодны по профессиям, которые мы можем им предложить. Это два основных фактора, которые влияют на нежелание людей работать. То есть обещанные главой государства по 500 все-таки для Бобруйска сказки? Не сказки, они в принципе достигаются, но это должна быть технологическая профессия и профессия, которая имеет высокий разряд и очень высокую квалификацию у работников. То есть низкоквалифицированный труд. О какой заработной плате мы сегодня можем говорить? Начиная от 350 рублей и рублей до 450. Не выше. Что это за профессия? Это уборщики служебных помещений, это дворники, рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. То бишь весь спектр неквалифицированных работ. Вещи на 500 кто может заработать? Вот если по профессиям перечислить. Строительные профессии, маляра, штукатуры, облицовщики, плиточники, сварщики. На некоторых предприятиях это возители, продавцы. И инженерные профессии, то бишь инженерно-технические кадры. В основном это профессии, которые требуют все-таки высшего образования. Что касаемо низкоквалифицированных профессий, сторож получает от 300 до 400 рублей, да, в среднем? Ну, в среднем, да. Но на него проблематично устроиться. Потому что, ну, сторож, сами понимаете, это, скажем так, работа, которая, во-первых, не высокооплачена, во-вторых, она по суткам в основном. И у нас не столько много объектов, которые нужно охранять. Ну, сторожа это сады, школы, стройки, незаконченные объекты. А их не так много. А у людей, которые претендуют на эти профессии, очень много, потому что, опять же повторюсь, отсутствует либо профессиональное техническое, либо высшее образование. То есть стремятся не только те, кто молодые какие-то люди, да? В основном это те, кто не имеет профессии, которая была бы на сегодняшний день востребована на рынке труда. Либо это люди, которые частично заняты. Это предприниматели, либо ремесленники, которые открыли свое дело, и уже основной у них доход где-то позволяет устроиться сторожем. И их ремесло уже для них сопутствующая профессия. Помимо сторожа, да, кем еще хотят и стремятся быть те, кто не обладает способностями зарабатывать мозгами? Если сиронизировать, то у нас люди, как всегда, хотят меньше работать и больше получать денег. Поэтому люди хотят быть вахтерами, гардеробщиками, охранниками в магазинах, сторожами, опять же, уборщицами. Там, где нет материальной ответственности, и люди, как говорится, не несут ответственности за твой труд. Убрал и ушел. Отбыл смену и ушел. Не очень хороший показатель, что молодежь не стремится работать, а стремится получать пусть и небольшую зарплату, но легким трудом. Я где-то в какой-то мере с вами согласен. На сегодняшний день мы, в свою очередь, можем предложить им предсрочные курсы, дабы они приобрели либо первую, либо дополнительную профессию. Если они не могут трудоустроиться по получившей профессии, либо в ВУЗе, либо в профессионально-техническом учебном заведении, либо в колледже. Потому как на сегодняшний день требования на нанимателя зачастую, в 90% случаев, это опыт работы. Молодому специалисту на сегодняшний день приобрести его негде. Потому что либо не хотят его обучать, как раньше были закрепленные мастера за ними, ну, либо, прежде всего, нежелание самих людей. Порой обучаются для того, чтобы чисто получить диплом. Не образование, а диплом в высшем образовании, либо в средне-специальном. Положить его дома и таким образом самоутвердиться, что у него за плечами есть профессия. Поэтому идут по пути наименьшего сопротивления. Ну хорошо, а что делать с высшим образованием, если нет опыта, но хочешь работать по профессии? А нужно от года минимум. Добиваться, добиваться, ходить на приемы именно не к кадровикам, а к руководителям организации. Необходимо убедить его в том, что предприятие нуждается в тебе. Прежде всего, ты должен заинтересовать руководителя предприятия, что без такого квалифицированного работника предприятие просто остановится. То бишь, все в руках специалиста. Вы говорили о курсах, да? Что сегодня вы предоставляете, какие профессии востребованы на рынке? Ну, значит, я начну с того, что на сегодняшний день нашими услугами может восстанавливаться любой гражданин, который либо в воле случая, либо по собственному желанию остался без работы. Он имеет право обратиться к нам в службу занятости, зарегистрироваться в качестве безработного. И одной из услуг – это мы можем ему предложить бесплатное обучение, то бишь, краткосрочные конкурсы, которые востребованы на сегодняшний день на рынке труда. В основном это продавцы, контролеры-кассиры, электрогазосварщики, слесаря-сантехники, операторы-машинисты котельной, рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Это то, что сегодня необходимо? Да. На рынке труда эта ниша на сегодняшний день не заполнена, потому как в городе Бобруське минимум 12 евро оптов, это касаемо продавцов, 2 короны, 2 мартина, то бишь, туда требуются и контролеры-кассиры, и продавцы. Также мы обучаем под заказ нанимателя, то бишь, под дальнейшую гарантию трудоустройства. Тех же продавцов, тех же швей. Очень большая востребованность на сегодняшний день, это Бобрусь-трикотаж у нас просил швей, и проморазвитие, как швей, так и сборщиков обуви. То бишь, на сегодняшний день более 17 профессий, под которыми мы готовы помочь людям и получить дополнительную профессию. Пока на время обучения они получают какую-то заработную минимальную плату, социальные какие-то... Заработную плату, к сожалению, они не получают, но государство по нынешнему действующему положению гарантирует им стипендию на срок обучения от одной до трех базовых величин. Значит, срок формы обучения у нас в основном дневная форма обучения, и срок обучения входит в трудовой стаж. Но это совсем не большие деньги. От одной до трех базовых величин согласен, это не очень большие деньги, но они имеют право работать в свободное от учебы время на неквалифицированном труде, либо по получаемой специальности. То бишь, там есть определенные условия, по которым мы идем навстречу безработному, он имеет возможность и продолжать обучение, и получать заработную плату на работе, которую он нашел. Главное, чтобы рабочий день не пересекался с учебным процессом. Опять же, по действующему положению, безработные, которые выполняют обязанности безработного в полном объеме, имеют право на оказание материальной помощи в одной базовой величины в месяц при обращении к нам в процессе обучения. Вы говорили о гарантированном рабочем месте. Всегда ли это так? Нет, это не всегда так, но на сегодняшний день мы уже стараемся отойти от массового обучения, отталкиваясь не от массовости, а идя к качеству. На сегодняшний день мы имеем возможность направлять на обучение от 12 человек и до 30. Кстати, гарантия трудоустройства в основном подразумевают под собой то, что мы заключаем договора с нанимателями. То бишь, они приходят, приносят гарантийное письмо о том, что наниматель готов их подождать, и после окончания курсов они вправе взять его на работу. То бишь, как правило, это продавцы, опять же, швеи, электрогаосварщики, слесаря сантехники, которая востребована на сегодняшний день. Вы говорили о том, в чем нуждается город, рынок труда, скорее. А что предлагают бобручане? Кто идет и переучивается? Допустим, кого у нас явный перебор? Явный перебор у нас, как и было раньше, так и сейчас, это экономисты, бухгалтера, юристы. То бишь, рынок не способен поглотить в таком большом объеме столько выпускников. Потому что на сегодняшний день, я думаю, любой вуз, колледж готовит этих специалистов, начиная с бухгалтеров, юристов и экономистов. Их столько городу, к сожалению, не нужно. Востребованные рабочие профессии, инженера востребованы, теплотехники, теплоэнергетики востребованы. Ну бишь, более-менее узкие специальности. Бывают ли ситуации, когда люди не одни курсы у вас заканчивают и все же не могут найти работу? Ну, как я обычно говорю, прежде всего, все зависит от желания человека. Не от «я хочу», а от «я могу». Человек может закончить и несколько курсов, но если он себя не нашел, то, как правило, он себя и не найдет. А если человек желает получить дополнительную, во-первых, профессию, и у него к этому есть желание, а специалисты в учебных заведениях у нас неплохие, то бишь, база у них достаточно хорошая. Поэтому, если человек себя все-таки где-то нашел по какой-то профессии, 90% что он трудоустроится. С нашей помощью, либо с помощью СМИ, либо там, ну, ресурсов масса, поэтому он себя найдет. Прежде всего, желание человека. Не его «хочу», а его «могу». Есть моменты, по которым от него не зависит. Это состояние здоровья. Перед направлением на обучение мы направляем всех без исключения для проходения медицинской бесплатной комиссии, где уже определяется его пригодность к обучению и дальнейшей, именно, заостряя внимание, дальнейшей работы. Мало человека обучить на какой-то профессии. В дальнейшем он должен быть пригоден эту профессию применить в жизни. И чем выше у человека будет разряд, если это технологическая профессия, соответственно, он будет конкурентоспособен на рынке труда. Да. И возвращаясь к состоянию здоровья, на сегодняшний день очень много идет молодых людей, как девушек, так и парней, с очень плохим состоянием здоровья. Поэтому у них... Это инвалидности? Нет. Это именно состояние здоровья. Есть такое у нас заключение ВКК, врачебно-консультационной комиссии, где прописываются его ограничения в труде, и какой вид работы он может выполнять. То бишь эти ограничения очень обширны. То бишь он может работать, например, маляром, но без подъема на высоту. А высота это уже, соответственно, метр двадцать. К сожалению, он это делать не может. Соответственно, обучать его смысла нет. То бишь, ну, значит, предлагаем ему другое обучение. То, где его пропускают медики. А что касается инвалидов, ну, для инвалидов их, как ни прискорбно, их становится все больше. И основной документ, который они должны нам представить, это индивидуальная программа реабилитации инвалидов. В этой программе прописываются тоже факторы, по которым он может быть как трудоустроен, так и направлен на обучение. По специальной программе есть реабилитация инвалидов. То бишь, есть специальные места на предприятиях, куда мы трудоустраиваем инвалидов. И после обучения, и просто в счет реабилитации инвалидов. То бишь, у них самое главное, чтобы это пропустили медики. Медицина для них решает все. Интересный вопрос. Женский труд в экономике. Как, по-вашему, насколько важен? И существует ли в Бобруйске у нанимателей так называемое гендерное неравенство? Ну, на сегодняшний день, как и несколько десятков лет назад, он стал актуален, этот женский труд. И на сегодняшний день вакансии по полуону признаку не делятся. Они делаются, опять же, по медицинским противопоказаниям. В поднятии грузов, перемещении тяжести и так далее. Ну, на сегодняшний день в Бобруйске, опять же, оговорюсь, масса продавцов, масса контролеров, кассиров требуется. А в основном это женские профессии. Те же бухгалтера, те же кладовщики. Как правило, это привилегия женщин. Не каждый парень согласится сесть за кассу, либо идет идти продавцов. Хотя во многих магазинах сейчас открываются технические отделы, где парней предпочитают наниматели больше, чем девушки. Но девушки, во всяком случае, у нас востребованы. Стремятся ли женщины сегодня продлить свой трудовой стаж? Не все. Скажем так, опять же, если женщина нашла себя в какой-то сфере деятельности, она будет держаться за эту работу и будет работать до тех пор, пока она будет по состоянию здоровья, либо уже по воле нанимателя это может делать. Если же она себя не нашла, то ни мы, ни золотые горы, ни заработная плата не заставит ее выполнять эту работу. Даже через силу. Когда человек идет на работу с нежеланием, это нехорошо. И это влияет как на ее моральное качество, так и на отношения в семье. Поэтому человек должен прежде всего себя найти. Ну хорошо, это те женщины, которые карьеристки так называемые, но все-таки главное предназначение – это быть матерью. Многодетные мамы, их судьба. То есть вырастают дети, и они получают минимальную пенсию, так как декрет, декретный отпуск не входит в стаж, правильно? Да. На что они могут рассчитывать? Ну опять же, они могут рассчитывать на помощь государства. То бишь они как многодетные матери пользуются некоторыми льготами, как и при поступлении детей, так и при получении жилья. Но в основном на предприятии доводятся задания, то бишь бронирование места, куда они могут трудоустроиться. То бишь на сегодняшний день у нас доводятся места как и для многодетных, так и для матерей-одиночек. Это называется социально незащищенной категорией. То бишь государство идет им навстречу и таким образом стимулирует их на продолжение своего деятельности. То есть отсутствие стажа стимулируется, покрывается в этой теме? Да, да, да. И где-то человек может как зарекомендовать, так и опять же с нашей помощью получить какую-то дополнительную профессию, где он может себя предложить, потому что находясь в декрете 3-6 лет, человек теряет свои профессиональные навыки, имея какую-то профессию изначально. Поэтому мы стараемся со своей стороны в этом плане им помочь. Со слов соискателей, с которыми мы общались, очень часто центр занятости предлагает им список, например, организации предприятий, в которые они направляются, но они приходят, место уже занято. Либо они не успевают, либо опубликованные вакансии, допустим, на сайтах еще где-то фикция. Как на самом деле обстоит? Ну, фикция эта громко сказана. Человек, который обращается к нам в службу, занятый сюда, инспектор, ему выдает несколько направлений, но он уточняет о наличии вакансии. И только поэтому, вернее, только в этом случае, когда вакансия действительно актуальна на сегодняшний день, он выдает эти направления. А уже дойдет человек, не дойдет. И как он себя будет вести в отделе кадров при беседе с нанимателем, либо с работником отдела кадров, мы этого, к сожалению, не знаем. Зачастую человек берет направление лишь для того, чтобы туда сходить и получить отметку об отказе, о том, что в нем не нуждаются. Это для получения справки, например, на адресную помощь, когда он обращается. Либо для каких-то вообще, чтобы он просто стоял на учете. Если человек, опять же, заинтересован, то он возьмет направление 1, 2, 3, 5, обойдет все предприятие и уже с конкретным результатом вернется к своему инспектору. Но актуальность вакансий инспектора всегда уточняют. Поэтому предприятия стараются не упускать возможность, чтобы нам дать вакансию. Потому что чем больше народу мы к ним направим, тем они, скажем так, вправе больше выбрать качественного специалиста. То бишь, опять же, все идет от нанимателя. Не может быть так, что час назад была эта вакансия, а добрался на автобусе, пока на перекладных, или как-то и все, уже место занято. Значит, если к инспектору пришло 5 бухгалтеров, я привожу просто наглядный пример, либо в течение этого часа пришло 3 сантехника, и они 3 получили направление на эту вакансию, то уже, извините, кто быстрее доехал, кто разторопней, получил, устроил нанимателя, получил, опять же, направление на медкомиссию и уехал ее проходить. Поэтому такая ситуация может сложиться, что человек приехал, да, и сказали ему, подождите день, 2-3, мы с вами свяжемся, потому что человек проходит в медкомиссию. А уже пройдет он ее или не пройдет, это уже, опять же, медики сделают заключение. И если человек ее не пройдет, то соискатель позвонит и скажет, вакансия не занята, вернитесь, пожалуйста, и получите направление на медкомиссию. Сколько нужно получить отказов, чтобы получать впоследствии пособие по безработице? Да, в принципе, не обязательно получать отказы. Человек, который умолен по жительной причине, ему назначается пособие. И по закону он вправе, ну, опять же, есть нюансы, по которым, вернее, критерии, по которым он получает это пособие по безработице. То бишь, выполнять в полной мере обязанности безработного. Выполнять общественные работы, там, обращаться на предприятие, заниматься самостоятельно, прежде всего, поиском работы. Поэтому, если он отказался два и более раз от предложенной работы, ему могут просто приостановить выплату пособия, либо уменьшить его размер. О какой сумме идет речь? От одной до двух базовых величин. В месяц? В месяц. То есть от 25? В 50, да, ну, это размер минимального пособия. Хорошо, а что касаемо сезонной работы, насколько охотно идут бобручане и сколько они могут заработать? Дело в том, что у нас есть, скажем так, постоянные клиенты, как мы их называем, они из года в год у нас ездили на общественные работы. Это называется, отправляли мы в хозяйство, на уборку овощей, переборку и так далее. Это люди, которые, опять же, не нашли себе в психологических профессиях, либо в силу состояния здоровья, либо в силу возраста уже. Поэтому они ездят на общественные работы. Есть также у нас социально полезные общественные работы. Это заказывают у нас как жилищно-коммунальное хозяйство, но также дорожные организации, уборка камней, допустим, улица. И ремонт больниц, покраска там. Спектр, опять же, у нас расширен общественных работ. Это люди, которые не состоялись в какой-то профессии. Если я не хочу работать, вот отдохнуть, к примеру, полгода, год, не вставать рано утром, не думать о... не жить в режиме многозадачности, можно ли это сделать сегодня без каких-либо финансовых последствий? Ну, без, скажем так, особо для вас финансовых последствий, которые ударили бы вам по карману, это можно. На сегодняшний день в декрете номер три, я так понимаю, в этот декрет подразумеваете, о тунеядстве, значит, есть категории граждан, которые освобождены от... от этой категории. Это те, кто ухаживает за детьми, находятся в декретном отпуске, там, инвалиды, пенсионеры и так далее. Но на сегодняшний день, как говорят, привязали это все к коммунальной оплате, то бишь, стопроцентная оплата за, допустим, воду. Потому что я не знаю, насколько это бьет людям по карману, то бишь, это надо просто проанализировать. И в этом декрете четко и ясно прописаны категории граждан, на которые распространяется этот декрет. И те категории граждан, на которых он не распространяется, этапно, которые не будут платить 100% за коммунальные услуги. То есть я могу не работать, но в 100% платить с коммунальным услугом? Да, совершенно верно. Ну, опять же, как гласит наша Конституция, у нас есть право на труд и есть право на отдых. Так что вы можете отдыхать. Еще один острый вопрос. Большой процент людей оформляют пособия по уходу за инвалидами либо пожилыми родителями. Да, одинокие. Да, есть такое. Некоторые уходят с высокооплачиваемых даже профессий, потому что это необходимость, это долг перед родителями. Соприняется ли старшим в этом случае? Я с вами полностью согласен. Это жизненная ситуация. Наши родители, либо родители, которые уходят, они все-таки не молодеют. Разные есть ситуации, есть возрастная категория, есть инвалиды. И по воле случая не каждый может в наше время позволить нанять себе сиделку, хотя Центр социального обслуживания предоставляет такие услуги. Можно за небольшую плату оформить заказ, и вам будет приходить социальный работник, который будет ухаживать за тем или иным человеком. Но что касается стажа, опять же, если человек уже что-то наработал, для минимальной пенсии это не в одной части же случилось, правильно? Либо болезнь скоропостижная, либо инвалидность случилась. То есть человек, который осуществляет уход, все равно рассчитывает на какую-то минимальную пенсию, потому что он где-то уже поработал. Что касается молодых людей, ну, я не сторонник этого. Хотя они зачастую тоже делают. Опять же, мое мнение, это касается только тех, и делают те, кто уезжает на заработки в ближние зарубежные. То бишь, как бы они осуществляют и уход, и зарабатывают, скажем, деньги, но в основном это без оформления Российская Федерация, Польша, Прибалтика. И уходят от декрета. Да. Таким образом, теневая экономика, теневая безработица, и масса людей, скажем так, ну, хотя не хватает больших звезд, не зарабатывают много денег, но этим вопросом, моментом они пользуются. Многие уезжают на заработки в Россию, но чаще всего это Российская Федерация. А что делают иностранцы, которые приезжают сюда? Могут ли они рассчитывать на какую-то хорошую заработную плату, какой-то труд квалифицированный? Ангелин, они, конечно, могут рассчитывать у нас на все, но иностранец, который к нам приехал, задавать ему такой вопрос, мне интересно бы хотелось услышать ответ. Какая для него хорошая зарплата? Это раз. Во-вторых, ну, это, естественно, обратиться в службу миграции за разрешением на пребывание в Республике Беларусь и, опять же, получить разрешение на его трудоустройство. То бишь, есть наниматели, которые, скажем так, заинтересованы в том, чтобы у него работал иностранный гражданин, который владеет языком. Привожу пример. Транспортной компании, допустим, либо кому-то требуется логист со знанием узбекского языка. Ни я, ни вы, к сожалению, его не знаете. И я сомневаюсь, что где-то мы его найдем. Поэтому он вправе обратиться в вышестоящую организацию для того, чтобы привлечь на работу к себе иностранного гражданина, который будет подходить по параметрам, допустим, по образованию, и знать, соответственно, узбекский язык. Вот в этом плане, не ущемляя прав наших граждан, которые тоже претендовали бы на эту работу, но, к сожалению, один минус, они не знают языка, вправе взять такого человека на работу. То бишь, трудоустройство иностранных граждан идет только в том случае, когда на это место не может претендовать граждане Республики Беларусь. Существует центр занятости, но сейчас популярность набирают кадровые агентства. Ваше отношение к этому явлению? Каждое начинание должно приносить какой-то результат. Открытие этих агентств, честно говоря, я с ними не сталкивался, но в том, что к ним идет масса людей, я не знаю. И не слышал про это, потому что в основном люди отталкиваются от нашей информации. И агентство, подозревая, тоже ею пользуется. Так как мы свою информацию размещаем как на нашем сайте, так и в СМИ, так и в объявлениях, так и на нашем стенде. Поэтому актуальность на сегодняшний день частных служб занятости, как я их назову, я не могу сказать. Я знаю только, что они берут за это деньги. Да. Мы, к сожалению, денег не берем. Мы для народа. Александр, профориентация. Есть ли в центре занятости долгосрочный план, например, на пятилетку для школьников, чтобы знать, на кого идти учиться, куда поступать, чтобы через пять лет зарабатывать хорошие деньги? Не хотелось бы лезть в дебри, честно скажу, потому что некоторое время назад мы проводили в городе ярмарки вакансий. С недавнего времени мы их перестали делать по одной простой причине. Каждое учебное заведение проводит у себя день открытых дверей. И, скажем так, любой заинтересованный классный руководитель со своим классом 10, 11, 9 классы могут посетить в свободном доступе учебное заведение. Поэтому наша профориентационная работа, скажем так, на школьников особо не распространена. Мы можем подсказать человеку, который куда-то не поступил, опять же, по воле случая, либо по воле своих знаний, где-то эта работа у нас есть квалифицированный специалист Елена Николаевна, которая этим делом у нас занимается. Но на такие вот, как на пятилетку, это уже слишком. Ну, к примеру, айтишники, да? Сейчас это все очень распространено, я думаю, что и дальше будет набирать обороты. Дело в том, что айтишники это такая, опять же, узкая направленность, где вращаются люди, которые родились компьютером, скажем так, которые, ну, денные ношно с ним проводят. Айтишник, это не просто слово, название, да? Айтишник это человек, который должен что-то сделать с программой. Либо ее составить, либо ее грамотно применить. А это уже люди, которые действительно должны себя не на уровне школы, а на уровне уже, я думаю, высшего учебного заведения проявлять. поэтому спрогнозировать, будет ли человек заинтересован в этом, к сожалению, ни мы, ни вы, ни можем. Поэтому, ну, так. Хорошо, вот по большей части, как по-вашему, в обручании все-таки стремятся заработать руками или головой? На сегодняшний день руками. Большая часть, к сожалению, идут у нас на рабочие профессии. В прошлом году мы отучили более двухсот человек. Это, я думаю, это очень прилично. Из них половину под заказом занимателей. Это швеи, сборщики обуви, продавцы. Поэтому, я не знаю, не могу апеллировать цифрой, которая у нас обучилась на высшее образование, которые вернулись к нам. Но вот сумма цифр, направленных на обучение, говорит сама за себя. Это был Александр Подберезкий. Спасибо за это интервью. Это было действительно по-честному. Да, спасибо.